Хотите увеличить конверсию продаж с вашего сайта WordPress, даже не имея на вашем сайте WordPress интернет-магазина типа WooCommerce? В этом видео я покажу вам плагин, который будет показывать всплывающее уведомление где угодно о том, что кто-то только сейчас купил товар, как, например, вы видите здесь сейчас. Это фейковые уведомления. На самом деле никто ничего не купил. Плагин можно использовать как фейковый, но его можно использовать как реальные продажи. То есть данный плагин подходит под WooCommerce, интернет-магазин на WordPress, и также он подходит просто на WordPress, где вы можете вручную задать уведомление, что якобы кто-то только что купил ваш товар. Например, дизайн можно задать по клику по этой всплывающей уведомлению, можно перейти на страницу там, где у вас товары находятся. Это может быть все что угодно, не обязательно же иметь интернет-магазин. Дизайн настроен данным и уведомлением. Плагин условно бесплатный. Давайте подробнее об этом плагине поговорим. Нет времени разобраться в тонкостях сайта строения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Плагин имеет очень длинное название. Вот мы его нашли, вот его название. То есть вы переходите в плагины, добавить новый, в поиски вписываете название. Тут видите, даже в названии есть WooCommerce. То есть он изначально заточен под интернет-магазин WooCommerce. Интересное вообще решение и крутая вообще эта штука. Это реально должно увеличить конверсии. Вот такие всплывающие уведомления. Но прежде чем мы начнем разбираться с этим плагином, я от себя скажу, что обманывать людей нехорошо. Но как к этому отнестись? Если у вас товар реально качественный, хороший, в этом плане вы не обманываете. Но вы только начали, и вам надо увеличить продажи. Почему бы не сделать всплывающее уведомление, что якобы у вас часто кто-то вот прямо сейчас или столько-то часов назад купил это, купил то. Да, вроде с одной стороны это обман. Но с другой стороны, если товар качественный, почему бы это не использовать в этом русле? Причем ведь можно это использовать как реальные продажи. То есть с вашего WordPress сайта, с вашего WooCommerce магазина реально есть продажи. Вы эти продажи можете вывести сюда во всплывающее уведомление. Почему бы нет? Как использовать данный плагин и решать вам, будете ли вы обманывать людей или нет. Такой плагин есть. Он интересный. Он может увеличить конверсию. Поэтому я хочу о нем рассказать. Он у меня уже установлен и активирован. После установки активации у него появится в меню вот здесь своя позиция. Вот она здесь переходим. Здесь удобно все устроено. Я смотрел другие похожие плагины. Он не один в своем роде такой, где все заморочено. Здесь все просто. Во-первых, здесь предпросмотр, как это будет выглядеть. Давайте пробежимся по настройкам. То есть первая вот эта у нас настройка здесь разбита по категориям. Первая категория pop-up settings. Чтобы просто они включились и работали на сайте, обязательно ставим вот здесь галочку. То есть как вы только галку поставили, здесь написано, что типа надо сохраниться. То есть вот этой галочкой мы включаем в принципе данный плагин. Внизу кнопка save settings. Нажимаем сохранить. Дальше уже просто настраиваете. Время. То есть после перезагрузки страницы через 5 секунд появляется данный плагин. Появляется данное уведомление здесь. Она сейчас желтая, потому что я уже ее настроил. Изначально она будет у вас другого цвета. Вот здесь. Вот это секунды, сколько окно будет видимо, прежде чем оно исчезнет. Далее всплывающий временной интервал. Ну здесь я ничего не трогал. Pop-up позиция. Здесь все просто. И здесь предпросмотры видно, где вы хотите, чтобы отображалось. Мне нравится справа в верхнем углу. Анимация style. Есть список анимаций. Смотрите, как оно будет появляться. Как я уже говорил, плагин условно бесплатный. Некоторые опции платные. Например, здесь есть звуковое оповещение. Но со звуком, я думаю, это будет перебор. Звуки лучше не использовать, наверное. Далее вы выбираете имидж позиции. Вот видите, меняется вот здесь. Имидж. Здесь будет обязательно. Надо будет вам загрузить лицо покупателя. Имидж style. То есть вот есть квадратный. Квадратный. Я сделал круглый. И вот где помечено красным, премиум функция. Вот это. То есть включить enable sound. То есть включить звук при уведомлении. Надо вам это или нет. Но в бесплатной версии плагина мы не можем это использовать. Поэтому мы здесь это пропускаем. Сохраню настройки. Пошли дальше с вами по вкладкам. Дальше стиле пошли. Background color. Цвет заливки. Самой плашки вот этой. Я не знаю каким цветом лучше сделать. В зависимости от дизайна вашего сайта. Дальше. Background image. Вот видите, премиум написано. Не можем загрузить. Это в платной версии плагина. Вот здесь вот можно перейти на pro версию, если хотите. Upgrade to pro. То есть обновиться до pro версии. Показывает ли кнопку закрыть. Вот здесь маленький крестик. Но человек, наверное, не успевает. Не будет успевать сюда нажимать. Окно будет сворачиваться. Если только временной лимит вы зададите больше, то крестик, наверное, можно оставлять. Pop-up. Контейнер. Ширина контейнера. 350 пикселей. Вот эта ширина. Padding. Это внутренние отступы. 10 пикселей. Дальше. Вот эта тень. Вы видите. Видите. Я отключаю, включаю. И показывается тень. Думаю, тень это прикольно. Дальше. Вот это включение. Вот это включение. Это border style. То есть цвет рамки. Вот она, синяя. Border radius. Кругленные углы. Например, 3 пикселя. Давайте сделаем 5 по краям. И border ширина. 2 пикселя. Галочка показывать responsive. То есть show on responsive. То есть показывать на, по сути, мобильных устройствах. Давайте посмотрим в имитации мобильных устройств. Вот смотрится, в принципе, нормально. Данное уведомление. Пошли дальше. Типографика. Это то, что связано с текстом во всплывающих подсказках. Цвет этого текста. Если у вас подложка вот такая светлая, то темный цвет тексту будет нормально. Font size. Это размер шрифта. И transform. Это типа, например, сделать все заглавными буквами. И так далее. Далее переходим. Здесь в премиум функции. То есть отключение на каких-то страницах. Включение, отключение. То есть будет работать на всех страницах в бесплатной версии. Не получится отключить. Здесь тоже премиум опция. Page IDs. Я так понимаю, по ID определенную страницу. Отключить. Исклу тут написано. Скорее всего, исключить страницы. По сути, бесплатных опций меньше. Есть другие у нас еще вкладки. Вот здесь вот самое важное. Сейчас с вами пробежимся. Здесь, по сути, нам говорят, что премиум версия. Бла-бла-бла. Здесь можно перейти, посмотреть темы. То есть именно шаблоны для WordPress. И кнопка upgrade. Тут как бы ничего нет. Вот здесь вот кликаем на кнопку. Просто вам показать хотел. Открывается страница, я так понимаю, этого разработчика. Вот есть бесплатная тема для WooCommerce. Здесь есть превью. Как будет смотреться на реальном магазине. Вот такая вот тема. Если кому интересно, можете скачать. Она бесплатная. Реально, по WooCommerce. И вот здесь видите всплывающее уведомление используется. То есть кликнув по данному уведомлению. Но здесь они это не настроили. По идее, я должен зайти вот в этот товар. То есть, допустим, вот по уведомлению я кликнул. Попал вот сюда на сам товар. То есть прикольная такая тема. Это я закрою. Давайте по важным настройкам. Здесь вот запятая у нас стоит. Мы здесь ничего не трогаем. Это нам говорится, что ниже в поле используйте перечисление через запятую. Что это такое? Это имена, скажем, фейковых людей, которые купили у вас что-то. И здесь, я так понимаю, без ограничений. Видите, как я сделал? Вы в таком же примере делаете. Там Николай, Мария, Дмитрий. Столько имен надо, сколько вы хотите здесь разнообразия во всплывающих окон. То есть количество окон. То есть, например, сейчас видите, Мария из Украины только что купила курс по WordPress. Через несколько секунд всплывет другое уведомление, что якобы кто-то другой купил у меня что-то с этого сайта. Вот всплывло еще уведомление. Тоже Мария. То же самое. Купила курс по джумле. 15 секунд назад. В общем, здесь количество имен. Просто через запятую. Дальше. Вот здесь вот из какой страны данный человек, вот отсюда имена, да, купили курс. Там, например, Мария или Николай из России купил курс. Соответственно, здесь страны перечислиться. И также через запятую. Если будет только одна или две страны, соответственно, у вас уведомления будут только из России, из Украины. У вас кто-то что-то купил. Здесь пишите. То есть у вас вот здесь вот будет, если по-английски, вы просто вот как у меня, по моему примеру, делаете. Часы, через запятую, минуты, секунды. Потому что во всплывающих уведомлениях у вас будет написано там столько-то минут назад, столько-то часов назад. Вот, например, 12 часов. Да, здесь проблемы есть с склонениями. Тут 12 часы назад. Но здесь можно, как я вот здесь сделал, купил, купила. Видите, в круглых скобках. Вот здесь тогда надо будет сделать часы, часов. Что бы, ну, по-другому никак не сделать. К сожалению, он не склоняет слова, как хотелось бы, чтобы это нормально смотрелось. Вот здесь вот я пишу, у вас будет написано ОДО, надо написать назад. Потому что в уведомлении написано 1 час, вот здесь вот видите, назад. 1 час назад купили курс. Поэтому я здесь ничего не придумал, как написать именно назад. А вот здесь у вас не будет, как у меня. Вы добавляете именно количество вот в эти всплывающие окна, кто что купил. И неограниченно, видите, понажайте на кнопку Add продукт, добавить продукт. Здесь можно указать, как реальные продажи ваших продуктов, как и фейковые. Вот вы выбираете, дальше здесь заголовок продукта. Курс по WordPress, цифровой курс. Курс по Joomla. Здесь вы вешаете ссылку на изображение. То есть нажимаете Upload. Загружаете сюда лица ваших покупателей. Выбираете. Нажимаете выбрать. Лицо, чтобы подставлялось. А вот здесь вы вешаете ссылку на тот курс, тот товар, который купил данный человек. Потом, если, например, что-то не нравится, вот так вот удаляете. Я добавил только двух человек. И вот здесь, внимание, тоже. У вас будет все на английском. Вы, как у меня, по примеру, делаете. То, что в квадратных кавычках английскими буквами, это динамические данные. Их трогать нельзя. Потому что здесь будет подставляться name, имя, country, страна, продукт, соответственно, товар и time, время. Это то, что подставляется во всплывающем здесь окне. Название товара, имя человека, Дмитрий. То есть вы меняете. У вас будет вот здесь английские слова. То есть name. Потом вы здесь пишете is. А вот здесь пишите только что купил. Или вот так, как я написал. Купила. Тогда будет у вас вот здесь более-менее смотреться нормально. Вот мой пример. Вот по моему примеру делайте. У вас будет также нормально смотреться. Также есть кнопка add fields. Добавить поля. Но она в премиум функции входит. Мы не можем это использовать. В принципе, для бесплатной версии тут более чем нормально. Нет ограничений, скорее всего, по количеству купленных товаров, по количеству внесенных имен и стран. Это крутой плагин. Мне он действительно понравился. Добавил субтитры GE… Субтитры сделал DimaTorzok